С момента открытия фонтан на Московском полюбился рязанцам. Вечерами это одно из мест притяжения для семейных прогулок и теплых встреч. К тому же они возбраняются бегать между струями, что вызывает у детей настоящий восторг. По правде говоря, не только у детей. Уход за таким фонтаном чуть сложнее, чем за обычным. Проводится тщательно и регулярно. К сожалению, к месту радости и красоты рязанцы относятся не очень бережно. Чистим камни, мусор, бросают дети, взрослые, алкаши. Тут все бросают девушки. И камни, и мусор, бутылки даже. Чем это может закончиться, если не чистить? Это очень серьезная тема. Тут закончатся, могут забиться фильтры. Видите, вот с деревьев летит мусор. Все мы убираем своевременно. В сезон работы ведутся регулярно, раз в неделю. Скорее для профилактики. А вот после зимы чистить приходится особенно тщательно. За несколько месяцев простое. Фонтан требует генеральной уборки. Помывка фонтана, чаша фонтана, чистка фильтров, настройка форсунок. На обслуживание фонтана уходит где-то 5-6 человек. Специстехники у нас, помывочная машина, ну и специи средства. После очищения систему заполнят водой и уже в пятницу вечером запустят. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на воду. Водные композиции формируются более чем 160 струями. Он может работать в пяти разных режимах, демонстрировать водные фигуры с изменением наклона струй и использованием более 15 различных мелодий. Такие фонтаны, кроме нашего города, есть в Петергофе, Владимире, Ярославле, Калининграде, Воронеже и Саратове. Мэрия города просит бережнее относиться к оборудованию фонтана, не вставать на струи воды и не перекрывать их во избежание поломки.